Привет, милашки! Вы на канале Qtun Channel. Что мы все о косметике, да о косметике? Давайте сегодня я вам расскажу о курьесых ситуациях на моей работе. Люди разные бывают и часто мне приходится сталкиваться с различными персонажами. Для того, чтобы вам было понятнее, я разделила своих клиентов на несколько категорий. И первая категория клиентов это незнайки. Это тот вид клиентов, который на 100% знает, что им нужно, и в тот же момент без понятия, чего же они пришли. Здравствуйте. Девушка, мне нужны фото на документы. Добрый день. Какой размер, сколько штук? Не знаю. Здравствуйте. Распечатайте мне фоточки. Какой размер? Не знаю. Матовые, глянцевые? Не знаю. А в чем разница? Второй вид клиентов, к слову, мои самые нелюбимые, это те, которые считают, что все должны читать их мысли. Здравствуйте. А мне надо ксерокопию этого документа. Ага. Хорошо. Секундочку. Ну, пожалуйста. Ага. А файлик? Какой файлик? Ну, я же вам сказала, ксерокопия этого документа и файлик. Третий тип клиентов, это нет мира всего. И тут я даже разделила на категории. Первая подкатегория, это знахари. У них всегда есть рецепты от всех болезней. Даже от несуществующих. Девушка, здрасте. Сделайте мне, как, пожалуйста, ксерокопию книжечки. Да, хорошо. Сейчас сделаем. Подождите, пожалуйста, на минуточку. А будьте здоровы. Чихайте. У меня есть такой способ народный. Значит, берете четыре молодых корня топинамбура серого, сорванных в полнолуние. Второй подвид, это дотошные любознатели. Ой, девушка, спасибо. Вы меня так выручили. Такая молодец, такая красавица. Я смотрю без кольца на пальчики. А еще замуж никто не забрал. У меня сын просто умничка, отличник. Просто спортсмен. Надо вас познакомить. А вы с родителями живете? Поскольку вы зарабатываете? Поскольку вам лет? А какой у вас размер ноги? Полный маразм. Четвертый вид клиентов называть очень просто. Она называется «А почему так дорого?» Здравствуйте. Сколько у тебя опера стоит? Здравствуйте. Три копейки. А что так дорого? Действительно, мы же должны бесплатно работать. Пятая категория людей, это люди, которые ведут себя как у себя дома. Причем тут есть несколько видов. Первый подвид таких клиентов спокойно разгуливает по рабочему пространству, куда нельзя заходить. Трогает личные вещи сотрудников или рабочие инструменты. и стоят над душой в процессе работы. Убило бы. Второй подвид – это потерявшее течение времени. Они могут выбирать фото для печати два часа подряд. Как будто они сидят у себя дома за компьютером. Почему бы ты не сделал дома? Блин. Девушка, ну я не знал, мне нравится это. И это нравится. И это нравится. Блин, какую выбрать? А есть еще вот такие. Здрасте, а мне надо фотки на паспорт. Добрый день. Проходите в студию, присаживайтесь на стул. А, спасибо. Может снимите? А, ну да, да. Еще. Вот такая у меня веселая работа с людьми. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И напишите, с чем вы сталкиваетесь в реальной жизни. Есть ли у вас такие вот заметки людей на заметки, так сказать. Это были не все виды клиентов. Просто все их не вместить в одно видео. Но я обязательно сниму еще. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока. Пишите комментарии.